здравствуйте мои подписчики и гости моего канала это я вам показываю удобрения которые я поливала свои орхидеи в прошлый полив сегодня у меня день полива этими удобрениями купленными в аптеке я поливать сегодня не буду так как нужно через раз чередовать один раз чистой водой следующий раз можно удобрению неважно вы купили в аптеке или купили в цветочном магазине на данный момент я вам показываю препараты которые я покупала в аптеке так у меня под рукой не было никаких но цветочных удобрений для полива моих растений я поливала прошлый раз свои растения смотрите чем сейчас вам покажу это витамин b12 я люблю этот витамин я поливаю свои фиалочки ним на литр воды одну ампулку и пиларгонии поливаю люблю этот витамин и прошлый раз я добавила вот такой витамин b6 одну ампулку на литр воды и одну капельку hb101 вот этим вот раствором я поливала свои орхидеи и есть результат посмотрите мои видео что получилось после месяца прошел месяц после того как я поливала свои орхидеи этими препаратами так как не было возможности пойти в магазин был пик коронавируса но аптеки то работали по любому я пошла в аптеку пила препараты и что у меня получилось все у меня есть на видео снимала и все 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 сегодня этим я поливать не буду это я уберу сегодня мы поливаем чистой водой ничего воду добавлять не будем вода совсем чистая без хлорки я ее набрала с фильтра так как у нас очень хлорированная вода в кранах течет она отстоялась у меня сутки сейчас уже под вечер идет дело и я решила полить свои орхидеи утром я их не поливаю так как быстро испаряется вода и как бы растения не напитывается что ли много так пишут но я думаю поверю этому может кто-то испытал на своих растениях это я решила их подливать но не самой глубокой ночью конечно же ну сейчас у нас 6 часов вечера я поливаю свои орхидеи вот этой орхидеи я немножечко дала попить но сейчас я вам покажу до какого уровня я поливаю свою орхидеи q я ее спас дела в такую систему просто вынула из покупного горшка вынула торфяной стакан и поставила ее в кашпо вот такое обыкновенное кашпо полупрозрачная видите даже цвет совпадает поставила ее в кашпо и слегка насыпала керамзита совсем немножко видите и сверху приложила мхом и так ей нравится в этой орхидеи все у нее хорошо посмотреть как она красивенько цветет замечательные листочки нарастила смотрите вот этот листик она нарастила новый вот этот а те были покупные и все у нее хорошо вот эти вот цветоносы она уже отцвела это пустила новые цветоносики и распустила новые бутончики цветочек цвет не изменился размер тоже остался прежний видите все зависит от сорта это не подкормки что дают растениям дом крупные цветы или мелкие это все зависит от сорта и так сегодня поливаем чистой водой смотрите по краю горшка чтобы не попасть в центр роста своей орхидейки я заливаю водичку нижняя часть керамзита намокла все хватит смотрите насколько расстояние я залила воды вот дальше ей заливать не нужно корешки сами потянутся к водички у нее все будет хорошо это один воздушный корешок я его не направляла вниз так как он их так себя прекрасно чувствует опрыскивать я орхидейку не опрыскиваю купать не купаю ну такая прекрасная от орхидейка переходим к следующей следующей орхидея это желтая орхидея я уезжала и уже вам рассказывала она немножко пересохла и сбросила свои листочки цветочки смотрите какая желтая и центр такой малиновый яркий такой неоновый язычок смотрите как она нарастила очень хорошо листочек крупный это старый листочек он немного деформированный такой изогнутый и эти тоже старый один вот этот молодой дальше цветоносы цветоносы она продолжает наращивать бутончики здесь были цветочки они отпали так как не вовремя я их полила но пришлось уехать гости приезжали и тому подобное посмотрите как она пускает свои корешочки прекрасно вот мох я поднимаю и вон видно какие корешочки растет она растет керамзите видите уже нужно полить это фитильный полив вот так по краю горшочка я наливаю сейчас покажу до какого уровня тут нижняя часть керамзита немножечко погрузилась в воду воду извините чуть-чуть переборщила но это нормально и вот эти корешочки так как керамзит становится влажным они достанутся к воде и очень хорошо наращивают корни керамзит у меня здесь мелкий и этой орхидейке в этом горшочке очень все нравится переходим к следующей а следующая орхидейка орхидейка у меня леодора посмотрите какие у нее длинные громадные листья огромные это не миничка и она имеет привычку на бок свисает посмотрите как она растет и она цветет револьверно ну данный момент она сбросила цветоносы и я жду от нее наращивание новых бутончиков вот этот цветонос она засушила так как было очень сильно жарко растет она у меня стандартной системе я ее не пересаживала как купила так и перри так и растет правда вот здесь пинцетом я вынула торфяной стаканчик и она так продолжает расти вот видите какая корневая шикарно вот двойной горшок сейчас покажу как я поливаю свой леодору щас я немножко на бочок вот так поставлю чтобы всем было видно теперь беру воду также беру отстоянную воду комнатной температуры и по краю горшка ничего что корни там не влажные или что мне нужно по краю горшка чтоб в нижней части горшка была водичка вот до такого уровня больше ей не нужно она напьется корневая она питается корни позеленеют и она прекрасно себя будет чувствовать поверьте мне моему опыту смотрите какие у него корешочки хорош а эти корни которые отсохли они до почернели так как у каждого корня есть свой жизненный цикл каждый корень живет определенное количество времени и они меняются так как наращивают новые корешочки а старые погибаются временем превращаются в труху засыхают но никак они не должны гнить если гниет это уже какая то есть причина а также сегодня буду поливать на этой стоечке орхидейки вот я покажу вам мукола который цветет все время вот какое прекрасное растение орхидеичка это она нежная аккуратненько маленько у нее такие пятнышках листики видите какие интересные листики молоденькое растение молоденький листочек он равномерно зелененький растет а потом появляются опять пятнышки сейчас также я ее буду поливать смотрите я поливаю также по краю горшочка на серединку на центр роста ни в коем случае что не попадать и покажу до какого уровня я ее поливаю вода без удобрения повторяю вот все больше ее поливать не нужно вот она спустила себя все остальную воду это получается половина горшочка еще половина третья часть горшочек ставим ее на место теперь следующая орхидеичка тоже также по краю горшка что внизу в кашпо появилась вода как он показать ему на появилась больше поливать не нужно теперь пришло время тройной посадки полива здесь немножко сложнее здесь нужно полить возле каждого цветочка так как и корневая поверхностная вот ведь и видно двигаем и каждому цветочку нужна влага вот так я поливаю на пеностекло серединку я не поливаю по любому только по краю чтобы увлажнить вокруг растения вот этому немного и корни сразу зеленеют вот посмотрите до какого уровня я полила то есть горшочек двойной на дне горшка полностью вода и немного выше на палец как еще узнать когда поливать ваше растение чтобы не пили не перелить его по листикам если лист немного вяловат немножечко такой не совсем доводить его до такого состояния чтобы вялые листики были слегка значит надо растению пить по корешкам можно узнать если корни серебристые тоже пора растению попить водиться вот это орхидейка у меня чармер смотрите какой она молодой листик выпустил и какой она красивый пустила цветоносик ведь и старый цветонос она засушила я его срезала а молодой вот даже не срезала вот он ведь а молодой цветоносик она пустила вот я полила тоже видите у нее корни шикарны так как внизу все время вода то есть вода испарится а здесь остается вода больше не поливаю когда она исчезает отсюда я начинаю поливать то есть это проходит где-то неделя полторы и я сразу знаю как ее поливать когда нижней части полностью воды нет нужно поливать растения моим растениям это нравится вот результат дальше также нужно полить дендробиум дендробиум я поливаю просто сверху никого не боюсь что я его погублю и он прекрасно себя чувствует и хорошо растет сегодня я совершила день полива так как у меня очень много цветов это вам показала отдельную часть коллекции у меня еще на улице стоят и орхидейки и пеларгонии и фиалочки и фикусы там всякие кротоны я люблю растения еще мне нужно в огороде полить растения так как все растения тоже хотят пить виноград и все мне целый день полива сегодня спасибо всем за внимание сейчас вечер пойду на улицу полью всех оставайтесь на моем канале всем удачи всем пока